Всем добра! Вещает Алекс. Сегодня я хотел поговорить о пожарах, которые нахлынули на Курганскую область в этом 2023 году. Сегодня у нас 16 мая 2023 года. Но не о самих пожарах, а чем эти пожары отличаются от пожаров прошлых лет. То есть пожары 2022 года, пожары 2021 года, пожары 2020 года. Кстати, об этих пожарах у меня есть репортажи на ютубе. Тоже их мониторил, постил свое мнение о них, обзоры о них делал. А также отличия от пожара 2004 года. Вот эти пожары 2023 года очень кардинально отличаются от пожаров прошлых лет. А чем же? Вот как раз об этом я и хотел поговорить. Пожары в этом году начались рекордно ранние периоды, а это в середине апреля. То есть в середине апреля начались у нас пожары. И основная особенность всех вот этих вот пожаров, которые произошли в Курганской области в 2023 году, то, что они начались от поджога травы. То есть загорелась трава. Трава, трава, трава. И эта трава загорелась не в населенных пунктах, то бишь это не дачники эту траву подожгли, грубо говоря, убирая на своем участке. Не шашлычники, то же самое, готовят шашлык на своем участке. Не курящие люди на своем участке и так далее, и так далее. А пожары начались в стороне от населенных пунктов, в стороне от дачных поселков. В стороне, но недалеко, то бишь в некотором небольшом удалении. Вот так вот таинственно. Эти пожары начинались примерно в обеденное время. И примерно к 14, к 15, к 16, к 17 часам они разгорались так сильно, что широким фронтом уже сносили буквально всю деревню, или весь населенный пункт, или все СНТ. Название населенных пунктов я этих говорить не буду. Вы это прекрасно знаете по новостям, что в этих населенных пунктах сгорели практически почти все дома, или их большая часть погибли, к сожалению, граждане из-за этих пожаров. Уж не говоря уже о гибели множества, огромного количества домашних животных, но про диких животных я даже вспоминать не буду. Там вообще мрак. Там просто жесть. Так вот, эти пожары все начинались от поджога травы, ребята. Не от поджога леса, как было раньше. Раньше все пожары начинались от того, что жгли лес. А для чего лес же раньше жгли? А все прекрасно знают для его удешевления, чтобы его потом почти за копейки бесплатно спилить его и продать его через лесопилки по цене зеленого леса. Вот так вот. Вот такая вот идилюга была. А сейчас почему-то жгут траву, чтобы пожар с этой травы перешел на населенный пункт и нанес там какой-то либо значительный или какой-либо урон. Вот это вот странно. Мотивация проводить вот эти пожары непонятна. Почему так? То бишь, моя версия такова, что кто-то специально эти пожары устраивает. Кто? Это уже пусть разбирается полиция, спецслужбы, силовики и так далее. Но вопрос остается открытый. Мотивация вот этих вот пожаров. Также, в частности, хотел сказать отдельно, что по подготовке к пожарному сезону, как его называют, у нас практически никакой работы не проведена. То бишь, никакой опашки дорог нет. Вдоль железной дороги трава, вдоль автотрасс трава, ничего не убирается. И это все у нас как раз горит. Кстати, вот эти вот пожары, которые произошли, в большей своей части они шли от железной дороги. Есть некая версия, что это от выбросов локомотивов, но я сомневаюсь, что это от локомотивов происходит. Потому что локомотивы уже сто лет ходят, и как-то раньше не было пожаров от локомотивов. Вот только в 23-м году почему-то от локомотивов у нас пожары начались. Так вот, нет опашки вдоль дорог, вдоль железной дорог, трава сухая вообще не убирается. И даже с каламбуром скажу, что даже мусор, который выбрасывают в лес, люди сами порой жалуются, что вот выбросили какие-то службы в лесу, люди жалуются на этот мусор, на эти кучи, указывая координаты. А потом к этим людям штраф приходит за то, что они лес посещали. Даже такой же был момент каламбурный. Ну а по подготовке пожарного состава, это уже отдельная тема. Прекрасно знаем, что в 2020 году произошла реформа по сокращению МЧС. У них сократилось где-то 570 опорных пунктов МЧС. Там какая-то у них реорганизация была. Но мы прекрасно знаем, что любая оптимизация, любой госструктуры, это по-русски сокращение. То бишь МЧС у нас по-простому ослабло. Было ослаблено. Дальше, что я хотел сказать. Очень интересные законы тоже создали проблему для минимизации пожаров. Я хотел сказать про запрет выбора сухого леса. Также про валежника. Сейчас его брать нельзя почему-то. Раньше можно было, сейчас валежник брать нельзя. Сухой лес раньше можно было заваливать и забирать. А сейчас нельзя, к сожалению. К чему это привело? А все это привело к тому, что в лесах накопилось огромное количество брошенной древесины. И это создало дополнительную пожароопасную обстановку на руку поджигателям. Вот так вот. Странная то есть. Вот такая вещь. Ну и в частности хочу сказать отдельно про водоемы. Водоемы тоже раздали в частные владения. Но эти частные владения почему-то не занимаются этой рыбой. Еще плюс запрещают местным селянам там ее ловить. Которые там по прописке живут. Сто лет живет дед, ему сейчас нельзя эту рыбу ловить. Потому что какой-то хозяин-барин появился. Так этот хозяин-барин не только этого деда штрафует. Так он еще эту рыбу морет кислородом, не пробивая лед зимой. То бишь не утром, а весной лед сходит. И сотни-сотни голов рыб, тысячи голов рыб всплывает кверху брюхом. Так говорится, ни себе, ни людям. Хуже врагов себя ведут. Хуже бандеровцев тем самым. Как еще так вот с такой логикой жить? Ну и в частности, конечно же, про сухую траву. Раньше, вот я помню, в каждой деревне было по нескольку сотен голов скота. А сейчас сколько у нас скота держат в деревнях люди? Сами вот поездите, увидите. Одну-два, как говорится, из десяток районов на деревне увидите, и то хорошо. Сейчас не держат. А почему так? А все лишь потому, что стало это как-то то ли невыгодно, то ли закон, запрещающий самовыгул скота за деревни, в лесах, в полях. Потому что это кому-то что-то стало принадлежать. Запрещаю сейчас выгул буренок, овечек, козочек самовыгул. То есть должно быть какое-то там пастбище, не знаю как. Но в итоге люди отказались от содержания своего уличного скота, предпочитая покупать у кого-то там и так далее. То бишь трава, многочисленная трава, которая раньше была, она стала никому не нужна. А раньше, я помню, когда был маленький, я слышал, что мужики чуть ли не дрались из-за того, что кто какой будет луг выкашивать. Выкашивали не только луга, но и болото даже. Сухие болота выкашивали, выкашивали прибрежье, озер. В лесу даже маленькие лужайки, те выкашивали все, все это грузилось в люльки, мотоциклы, волоком все это на тележку оттащилось в дом. Тюки сена, тар-та-та, вся деревня с коровами жила. Сейчас такого нет, поэтому трава нахрен никому не нужна. Лес тоже запрещают собирать, поэтому у нас лес, трава, все это торчит, все это копится и создает пожароопасную ситуацию. То бишь, я с другими словами хочу сказать то, что сама законотворная система в России способствует возникновению пожаров. Что нельзя брать лес, нельзя заводить скотину, короче, нельзя ходить по чужому полю и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это наоборот, все против людей. Мало того еще, по скотине отдельно скажу, что придумали эти вот ящеры, вирус ящера, вирус свинного гриппа, там, птичьего гриппа и так далее. Из-за которого сейчас стали, появились случаи, что стали отнимать у людей скотину, якобы у них вирус. У всей деревни раз, свиней, там, коров, там, лошадей забрали, закололи, короче, и в яму сожгли, все, кирдыкс. Вот, такое вот, тоже такие случаи были, вот. Раньше этого не было, сейчас это появилось, тем самым не давая людям вести частное хозяйство. И какое мнение по этому поводу скажу? Мое мнение таково, что складывается такое впечатление, что какие-то глобалисты там наверху, где-то там наверху, вот, они хотят, чтобы все население простых смертных сбилось в города, побросало деревни, сбилось в города, обвешивалось QR-кодами, в кавычках. Набрала кредитов, ипотек, устроилась на низкооплачиваемую работу, ела в магазинах сетевое дерьмо из пластика, из ГМО, вот, как говорится, слушалась царя, смотрела телек, занималась фигней, грубо говоря. Вот, вот так вот, то бишь, такое ощущение, что людей хотят согнать в города, вот, отняв у них какое-либо право на частную сельскохозяйственную, личную, хозяйственную деятельность, вот так вот. Всем добра, вещал Алекс, 16 мая 2023 года.